На ржавую воду неоднократно жаловались жители первого, второго, третьего и восьмого микрорайонов города Одинцова. Причина – устаревшие сети. К 2021 году эта проблема должна быть решена. В городе реконструируют водозаборный узел номер один. Это значит, что более 24 тысяч горожан будут обеспечены чистой водой. Одни из самых острых тем, которые стояли перед нашими жителями – это водные ресурсы, это вода питьевая, которая поступает в квартиры наших жителей. И гигантская работа проделана по части очистки воды. И жители начали это чувствовать. Ждем с нетерпением в УЗУ номер один в первом микрорайоне, втором и третьем. Надеемся, что качество воды будет соответствовать тому, что говорят. В минувшем году в регионе началась мусорная реформа. Переход на раздельный сбор дался нелегко. Нехватка машин и переполненные контейнеры. Жалобы от жителей поступали практически ежедневно. Постепенно ситуацию удалось выровнять. В прошлом году в рамках этой реформы мы дополнительно построили 51 новую контейнерную площадку. Для раздельного сбора мусора было установлено 5394 серых бака и 992 синих контейнеров. В течение прошлого года мы очень плотно работали с региональным оператором, проводили чуть ли не ежедневные штабы и старались наладить вывоз мусора, чтобы он был регулярным, системным и без боев. Активно в Одинцовском округе реализуется программа ремонта подъездов. В 2019 году преобразились почти 150 парадных. В 2020 планируется эту цифру увеличить более чем в два раза. Продолжается в муниципалитете и капитальный ремонт домов. В минувшем году в рамках региональной программы отремонтировали 64 многоэтажки. В прошлом году нам сделали ремонт в подъездах. Это губернаторская программа. В этом году нам отремонтировали крышу дома. По благоустройству у нас в 8 микрорайоне открыты две площадки детские. Также построен спортивный стадион. Очень хороший стадион. Там очень много снарядов стоит. Дорожки сделаны. Стало намного лучше. В своем обращении глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул, что сфера ЖКХ – одна из самых сложных. Шаг за шагом проблемы жилищно-коммунального хозяйства удается решать. Впрочем, расслабляться еще рано. Задач на ближайшую перспективу поставлено немало. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.